Хей йоу, все в шар! Добро пожаловать на новый выпуск из рубрики «Как это сделано», в которой мы с вами на Юнити воспроизводим интересные механики из популярных игр, стараясь максимально приблизиться к оригиналу. И сегодняшним героем стала одна из лучших игр на Nintendo Switch, Mario Odyssey, а именно способность зашляпливания врагов. Благодаря ней можно залезать в различных существ и управлять ими, что очень круто может разнообразить геймплей игры. Для воспроизведения данной механики на Юнити я составил небольшой план, с которым мы сейчас и ознакомимся. Эта механика довольно необычная, поэтому перед реализацией я решил выделить некоторые шаги. Сначала необходимо было продумать реализацию основной механики захвата существ, без всяких эффектов и тому подобного. После создания основы я решил заняться внедрением эффекта переноса души в тело врага. Ну и напоследок оставалось реализовать довольно интересный эффект распадания персонажа на частицы и добить некоторые визуальные моменты. В итоге получился следующий результат, который довольно круто ощущается и действительно похож на итоговую механику. Нужно будет лишь прикрутить побольше партиклов и более интересные модельки сделать. Сейчас мы пробежимся по каждому пункту, а пока что подписывайтесь на канал и поддержите видос лайком и комментарием за старания. Для начала можно заметить, что шапочка явно двигается вместе с головой персонажа. Точно так же она может размещаться и на других объектах. Поэтому я подумал, что логично будет шапку прикреплять к какому-то трансформу объекта. В нашем случае я взял вот такого персонажа с Asset Store в качестве главного героя, у которого был гуманоидный рик, и в этом случае удобно было прикреплять шапку к косточке, которая отвечает за веры головы. Благодаря чему наш головной убор будет двигаться вместе со всеми анимациями. В качестве врага я сделал обычный цилиндр, поэтому место для шапки я ему сделал самостоятельно из обычной пустышки. Кстати, я подумал, что будет интереснее дать нашим подопытным имена, поэтому нашего главного героя будут звать Бок, а врага Фред. Да, думаю, так гораздо лучше. Дальше надо было придумать, как мне ловить всех с помощью шапки, ведь подконтрольной сущностью может быть любой объект и не обязательно именно Фред. В целом мы можем взять под контроль камень, почему нет? Тут я решил вынести интерфейс iCapturable, его будут реализовывать все сущности, которые можно взять под контроль. Соответственно, тут свойства с трансформом для того, чтобы мы могли пристегнуть к нему нашу шапочку, а также пару методов для захвата и освобождения цели из-под контроля. То есть каждый объект сам будет определять то, как мы будем брать его под захват, что при этом сможем использовать и так далее, что очень удобно. Соответственно, теперь мы можем ловить нашей шапочкой таких вот чудиков по типу Фреда. Вешаем на шапку коллайдер, и далее при касании объекта достаточно будет проверять, что мы коснулись того, кого можно зашляпить. Ну и кидаем об этом событие, чтобы его можно было потом обработать. Ведь, как вы сами понимаете, нам мало просто зашляпить кого-то, еще надо отключить управление нашим персонажем, сделать всякие анимашки и так далее. Для управления Бобом и Фредом я не стал заморачиваться и взял компонент для передвижения из выпуска с механикой Зельды. Соответственно, чтобы этот компонент начал работать и реагировать на ввод игрока, его надо включить. И тут удачно ложится наша реализация с интерфейсом. Вешаем на наш скрипт тестового врага интерфейса iCapturable, кладем компонент для обработки передвижения, и теперь при взятии под контроль мы будем включать его, а при выходе из контроля — выключать. Если бы у врага была бы какая-то дополнительная логика искусственного интеллекта, то мы перед включением нашего управления должны были бы просто выключить его самостоятельное поведение, естественно. Однако нам везет, и Фред просто стоит на месте, пока мы его не поймаем. Следующим интересным моментом было сделать управление шапкой. На самом деле, хотелось изначально сделать какой-то обработчик движения шапкой и запихнуть всю логику туда. Однако это довольно быстро стало превращаться в спагетти-код с кучей флагов и проверок. Поэтому решил все-таки использовать тут машину в состоянии. Я выделил несколько стейтов. Шапка на голове у Боба, я назвал это состояние Head on Thrower State. Шапка в полете, Throwing State. И состояние, когда мы зашляпили кого-то. Ну, например, нашего Фреда. Capture State. На диаграмме переходов это выглядит как-то так. В итоге, с использованием данного паттерна, код стал намного проще в понимании. Например, при заходе в состояние броска шляпы, я пуляю ее с помощью дутвина в направлении взгляда нашего персонажа. А когда я нажимаю на кнопку возврата шапки, то запускаю к рутину на обратный полет, и когда она вернется, то перехожу к состоянию, когда шапка находится на нашем персонаже. В общем, получилось довольно лаконично. Хочется заметить, что даже в таком небольшом проекте минимальное соблюдение архитектурных принципов крайне упрощает поддержку кода и позволяет больше концентрироваться на проработке геймплея, а не на поддержке костылей. Однако по комментариям я часто замечаю, что вам бывают непонятны некоторые моменты реализации игровых систем, и более того, некоторые до сих пор боятся слова архитектура и думают, что это что-то сеньорское и недостижимое. Поэтому 6 апреля я решил провести бесплатный вебинар, на котором мы совместно разберемся с понятием архитектуры, посмотрим на то, какие инструменты помогут сделать ваш проект гибким и расширяемым, из каких модулей обычно состоит игра, как их связать и еще много всего. В прямом эфире пообщаемся с вами и получим представление о том, как грамотно выстраивать проект и как самостоятельно прокачиваться в этом направлении. Кроме того, скоро стартует запись на уже 9 поток моего курса по архитектуре игр в Unity, где мы подробно разбираемся с реализацией паттернов, принципами салид, внедрением зависимостей и еще кучей необходимых для разработки вещей. Так вот, место на нем будет разыгрываться на этом вебинаре. Поэтому для записи переходи в моего бота по ссылочке в описании. Там уже ждет бесплатный набор ресурсов для обучения и вся необходимая информация. До встречи! Также в получающейся системе я добавил небольшой скриптик, отвечающий за переключение цели у синемашиновской виртуальной камеры. И уже на этом этапе получил довольно неплохой результат. Однако без анимации, доп-эффектов и так далее ловить нашего Фреда не так весело. Поэтому давайте посмотрим на основные визуальные моменты в этой механике. Наиболее круто тут, конечно, выглядит вот этот перенос души. Если покадрово смотреть на эту анимацию, то видно, как отдельный мэш начинает изгибаться вдоль определенного сплайна. То есть тут явно замешана деформация мэша, и сразу хочу сказать, что мэш для таких фокусов должен быть очень хорошо оптимизирован, так как изменение всех вершин в реальном времени довольно затратная вещь. Я же взял просто мэш этого же персонажа из ассет-стора и не стал заморачиваться, так как все-таки мне это не в продакшен выпускать. Движение мэша вдоль сплайна — вещь достаточно общая, поэтому я не стал тут придумывать велосипед, а воспользовался бесплатным ассетом Spline Mesh. Ссылочку на него я, естественно, оставлю в описании. Тут были некоторые заготовленные сценарии использования, и я как раз взял за основу один из них, но немного переделал под нашу задачу. Во-первых, настроил немного сплайн, чтобы было у него три точки, позиции которых мы будем определять автоматически из кода, и также некоторые параметры, чтобы душа Боба закручивалась во время перемещения. Получился примерно вот такой результат. Далее я немного переделал код внутри одного из скриптов, чтобы им было удобно пользоваться. Сильно я тут рефакторить ничего не стал, просто перенес обновление полей, отвечающих за движение мэша, в апдейт, и также добавил событие о том, что душа достигла конечной точки, чтобы мы могли выключить эту анимацию. Ну и также добавил скрипт-обертку для вот этой анимации переноса души. Сделал в ней метод play, куда передаю точку начала и конца анимации. Далее рассчитываю соответствующее положение точек для сплайна, и среднюю настраиваю так, чтобы она находилась между крайними точками и была выше на определенное значение любой из них. Ну и подписываюсь на окончание этой анимации, чтобы воспроизвести действия, которые мы передали в качестве коллбека. В целом получилось довольно несложно, однако стоит помнить, что изначально состояния переходили из одного в другое мгновенно, а сейчас хочется учитывать анимации перехода, чтобы мы не сразу брали Фреда под контроль, а только тогда, когда наша душа залетит в него. Ведь если посмотреть на Марио, то видно, что при захвате элементы вокруг ставятся на паузу, и управление мы получаем только по окончании анимации. Вообще на этом шаге я решил поэкспериментировать, поэтому сделал следующее. Чтобы не трогать уже созданное состояние, потому что в целом у нас все должно работать и без дополнительных анимаций, я решил добавить состояние перехода. То есть я сделал некоторые транзишены, которые мы можем вставлять в переходах между стейтами, для, например, воспроизведения тех же анимаций. Благодаря этому я могу вставлять и убирать разные переходы. При этом машина состояния ломаться не будет, просто будут мгновенно сменяться стейты. И для определения того, есть ли какой-то транзишен для перехода из одного состояния в другое, я завел довольно простой метод. Тут определяется, совпадает ли тип текущего стейта с тем, что указан в поле From у экземпляра перехода. И также проверка совпадения типа стейта, в который мы хотим перейти с полем To. Если такой переход находится, то возвращаем его и запускаем. А по окончании выполняем переход в новый стейт. Получилось довольно гибко, и при этом просто по реализации. Соответственно, я завел переход для анимации переноса души. И тут просто выключаю объект нашего Боба и запускаю анимацию, не забывая при этом обрабатывать паузу. О ней я также рассказывал в выпусках с механикой возврата времени из Зельды. И подробно разбирается то, как сделать гибкую и удобную паузу с использованием зенжекта на моем курсе по архитектуре игр. Так что можете тоже ознакомиться с ним по ссылочке в описании. В итоге мы уже почти приблизились к финальному результату, и перенос души выглядит действительно прикольно. Из наиболее интересного, тут остался эффект распадания Марио на частицы. Я не очень силен в создании партиклов, все-таки это не моя основная направленность, но похожего эффекта я все же смог добиться с помощью VFX графа, довольно крутого инструмента для создания партиклов. Стандартными средствами я, к сожалению, не смог добиться того, что мне нужно. Однако тут все оказалось довольно просто. По сути, все, что нам надо сделать, это стартово разместить частицы на поверхности нашего персонажа, чтобы визуально они отображали силуэт Боба, а уже потом они начнут разлетаться в разные стороны. Для этого тут есть довольно удобная нода Set Position, куда на вход мы можем передать Skined Mesh Renderer нашего персонажа, и система автоматически расположит частицы по его поверхности, что нереально круто. Также надо установить саму систему частиц в то положение, где сейчас находится наш герой, и задать всякие параметры по типу того, с какой скоростью и в каких направлениях будут разлетаться частицы, аналогично тому, как это устроено в стандартной системе частиц. И использовать такой подход за довольно короткое время у меня получилось достичь следующего эффекта. Оставалось лишь докрутить всякие мелочи, добавить парочку переходов между стейтами и тому подобного. И благодаря Занжекту и довольно гибкому подходу в создании этой механики, объединить все это дело не составило большого труда. Поэтому, повозившись еще часок, я добился итогового результата, который меня вполне устроил. Мы можем бегать и кидать нашу шапку, как в Марио, и если она коснется Фреда, причем неважно в какой момент своего полета, то душа Боба перейдет к нему, и мы возьмем его под контроль. А когда нам надоест, то он просто выплюнет нас, подобно тому, как это было сделано в оригинальной игре. Более того, я могу добавить еще больше Фредов с разными параметрами, и все так же будет работать. Да и прикрутить сюда более сложных ребят со своим поведением тоже не составит труда. В общем, я доволен результатом, а как вам итоговая механика? Поделитесь мнением в комментариях, будет интересно почитать. Что ж, видео получилось довольно насыщенным, и, надеюсь, интересным. Подробно разбирать эту механику я не стал, так как это очень сильно бы затянулось. Однако, на моем курсе по архитектуре игр, я со всеми участниками проводил большое занятие, где мы как раз разбирали подробно эту механику и механику возврата времени из Зельды. Поэтому, если тебе интересно углубиться в разработку игр, то переходи по ссылке. Скоро стартует следующий поток, где ты в качестве одного из подарка получишь запись этого занятия. В заключение хочу сказать, что создание подобного рода контента на YouTube довольно тяжелая задача, на которую тратится много сил и времени. Поэтому попрошу поддержать это видео лайком, подпиской на YouTube и Telegram-каналы, чтобы я знал, что делаю это не зря. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.